30 минут, ровно столько, выделили журналистам на общение с докторами. И неудивительно, ведь в любой момент может поступить сигнал диспетчера, и Светлане Дородной нужно будет оказаться в другой части города, может быть, спасать чью-то жизнь. Работу в кабинете женщина не рассматривала с самого студенчества, и вот уже 21 год помогает людям буквально на ходу. Ну, саму как-то пришло, понимаете, бывает же, человек хочет, и все. Я вот так же решила, что хочу. Понятно, что тяжело, тяжело ночами, тяжело, там, много вызовов, то есть в машине, и позвоночник болит, и все. Ну, как-то, иной раз думаешь, ну, уйду, брошу, а потом раз как-то все забывается. Самое сложное, отмечает Светлана, реанимационные звонки, которые требуют быстрых решений от врача, пока до больницы еще далеко. Кстати, в этой должности женщина уже 14 лет. Раньше работала фельдшером, как сейчас ее помощник Антон. Сложности нет, то есть ненормально работать. Мы, когда приезжаем на вызов, Светлана Вадимовна осматривает больных, а я уже выполняю, то есть манипуляции, какие надо. То есть, там, заипись ЭКГ, инъекции и так далее. О победе в региональном конкурсе Светлана отвечает скромно. Принять участие решила только с подачи коллег, и столь высокий результат восприняла с удивлением. Впереди федеральный этап конкурса. Но это, говорит, не главное. Главное – успеть помочь, и, возможно, даже спасти чью-то жизнь. Анастасия Дороган, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости.